Всем доброго времени! Начинаем третий день нашего марафона. И сегодня мы с вами будем говорить о нашем давлении. Иногда причины возникновения давления не могут определить даже врачи. А причина может быть в том, что иногда наш организм намеренно повышает давление в целях своего самосохранения. Можете сказать, как так? Давайте будем разбираться вместе. Для нашего организма существенным таким приоритетом, приоритетной задачей является очистка ткани и крови от отработанных флаг. Это различных видов погибших клеток, каких-то отработанных веществ, токсинов. Вот за эту деятельность в значительной степени отвечают наши почки. Вот почки это единственный орган, которому для работы необходимы вот такие определенные параметры нашего артериального давления. Потому что именно вот это давление помогает продавливать кровь через рабочие клеточки почек, для того, чтобы очистить кровь и для того, чтобы образовалась моча. Вот если наше давление падает ниже 80 мл стутного столба, то почки прекращают фильтрацию. А это для нас является таким опасным состоянием для нашего организма. Вот чтобы почки могли справиться с очисткой крови, вот когда они не справляются, получается, да, или чтобы помочь им для того, чтобы очистить кровь, мозг иногда дает команду на увеличение давления. Еще раз говорю, это связано с тем, когда давление падает ниже и почки сами не справляются. Но даже если почки иногда здоровы, производительность их тоже может снижаться по таким следующим причинам. Ну, потому что идут и возрастные уже изменения у нас в почке. Где-то 60-70 годам вот эти возрастные изменения, они уровень работы почек снижают на 30%. И вот этот их недостаток как раз и будет компенсироваться нашим мозгом, то есть давая команду на увеличение давления. Кроме этого, вот эта кровь, которая поступает у нас, да, для того, чтобы почки хорошо работали и быстрее очищались, она очень становится такой грязной. И поэтому тоже необходимо усилить вот это вот мощное очищение, то есть идет такой выброс, могут быть скачки вот этого давления. Вот следующий момент, что может влиять на плохую работу почек, это когда увеличивается опять же объем крови, который необходим почкам, чтобы пропустить себя через себя. Ну, вот, например, когда у нас идет повышенное ожирение, да, то есть когда мы набираем вес, или когда мы избыточно употребляем соль и сахар, соль и сахар они связывают воду и не дают, не выпускают ее, то есть идут отеки наоборот, а нам надо очищать. Одной из причин, когда организм сам поднимает тоже давление, это может быть недостаточное кровоснабжение головного и спинного мозга. Из-за чего может возникнуть недостаток кровоснабжения? Он может возникнуть из-за того, что возникает сужение или пережатие сосудов, которые идут головному или спинному мозгу. Вследствие чего могут быть вот этот недостаток кровоснабжения? Опять же, это наш позвоночник, это наши межпозвоночные, шейные, межпозвоночные стихондрозы это может быть. Это могут быть какие-то межпозвоночные грыжи, это могут быть травмы, я уже сказала, это тот же самый стихондроз в области шейного или грудного отдела. В этих случаях что происходит? Как правило, начинает развиваться тёп, то есть идёт передавливание либо сосудов, либо нервов. И тогда кровь, которая сдавливает сосуды, получается, что необходимо протолкнуть вот это вот. И за счёт этого увеличивается давление, то есть увеличивается давление и продавливает вот это поступление к мозгу. Что ещё может влиять, когда поднимается давление? Когда идёт, наоборот, утолщение стенок сосудов или, например, сужение. В частности, за счёт чего? За счёт того, что идёт кальцинирование атеросклеридического сужения просветов. То есть за счёт того, что там маленький такой проход, а продавить надо, за счёт этого также может подниматься давление. Во всех этих случаях повышение организма, оно нужно вот именно для того, чтобы пробить вот эту кровь и предотвратить голодание головного или спинного мозга. Вот почему иногда нельзя бездумно сбивать давление лекарствами. Так как это может иногда привести к более таким страшным последствиям, чем сама гипертония. А именно это может привести к недостаточной фильтрации крови или почечной недостаточности, а также к нарушению кровосновения мозга. Вот таким образом организм, повышая давление, обеспечивает полноценное функционирование жизненно важных органов. То есть у него одна задача, ему надо выжить. Но вы тоже должны понимать, что такое выживание, конечно же, нашему организму обходится недёшево. А для большинства других органов и тканей вот это повышенное давление, оно, конечно, тоже опасно. Поэтому организму необходимо совершать ещё такую колоссальную работу, наоборот, по сужению мелких сосудов, которые идут к другим органам и тканям. Если потребность повышать давление и одновременно сужать сосуды будет осуществляться достаточно длительное время, то силы нашего организма начнут истощаться. И он начнёт упрощать себе задачу. То есть чтобы не выполнять вот эту вот двойную работу по сужению, затем по расширению сосудов, он начинает превращать их вместо эластичных сосудов, он начинает превращать их в достаточно жёсткие, хрупкие. А для чего это он делает? Он тем самым фиксирует вот это высокое давление, чтобы оно не снижалось. А свойства сосудов, конечно же, необратимо начинают ухудшаться. А далее появляется риск уже развития атеросклероза, инсульта, инфаркта. Ну и как завершение это может быть и преждевременная смерть. Вот эти необратимые изменения в организме представляют для нас главную опасность вот этой гипертонической болезни. Это ещё может возникать от того, что если гипертонию вообще не лечить или лечить неправильно, то тоже это всё будет влиять на наш организм. Вот лечение гипертонической болезни, оно должно быть обосновано не только на снижении вот этого давления лекарствами, но в первую очередь лечение должно быть направлено на то, чтобы устранить причины. Вот это услышите меня. И в оказании помощи организму направлено именно на преодоление возросшей нагрузки на почки и сосуды. А многие вообще не обращают внимания. Ну вот есть давление и ладно. Вроде ничего особо не болит. Ну и вы также должны понимать, что лекарства воздействуют лишь на симптомы. И они на какое-то время откладывают наступление этих осложнений. Но как только заканчивается действие вот этих химических препаратов, которые входят в организм, то давление снова может подниматься. Ну для того, чтобы решать вот те приоритетные задачи, которые мы с вами обозначили. Что же делать, можете сказать вы? Ну есть такие простые и доступные первоочередные меры, которые основаны в первую очередь на корректировке нашего образа жизни. Для того, чтобы исключить вот эти факторы риска. Ну я так понимаю, что все это практически знают. Ну лишний раз напомню. Потому что всё мы это знаем, но почему-то не соблюдаем или не хотим делать. Потому что это выводит нас из зоны комфорта. Но в первую очередь, конечно же, если у вас всегда высокое давление. Надо снизить употребление соли и сахара. Ну соль задерживает воду в организме и тем самым повышает нагрузку на почки. Затем надо снизить употребление сахара, каких-то сладких, мучных продуктов. Потому что сахар также способствует задержке крови. Вернее, задержке воды. И повышает содержание сахара в крови. Кроме этого, вот эти вот всё сладкое, жирное, оно ведёт нас к ожирению. Это приводит к тому, что увеличивается масса тела. А когда масса тела, вот этот жир увеличивается, значит, организм даёт команду на выработку дополнительного количества кровеносных сосудов. А для того, чтобы прокачать вот эти дополнительные кровеносные сосуды, соответственно, нужен и объём крови, который будет их прокачивать. Вот поэтому лишний вес, конечно, это тоже плохо. Вот эта вся жирная, жареная пища, вот эти фастфуды, которые многие так любят, ведут к засорению организма. То есть, опять же, начинает возрастать нагрузка, связанная для того, чтобы переработать вот эту всю пищу и вывести её из организма. Это тоже отчасти ложится на почки. Ну и плюс это ещё кровь, это ещё и лимфа. Ну, все знают, что курение, алкоголь достаточно вредны для наших сосудов. И также они влияют, ну, способствуют развитию вот этой гипертонии. Ну, как сложно иногда бывает, отказаться от курения. Но вот некоторые не хотят отказываться от курения даже ценой своей жизни. То есть, всё-таки подумайте о том, что для вас приоритете – курение, алкоголь, потому что они действительно убивают. Даже одна рюмка алкоголя, независимо, что вы пьёте, там даже если это вино, это тоже поднимает давление. Ну, следующий фактор – это надо исключать стрессовые ситуации. Ну, совсем исключать стрессовые ситуации у нас, конечно же, не получается. Но тогда хотя бы меняйте своё отношение к этому стрессовому ситуации. Или, вернее, способ реагирования на эти стрессовые ситуации. То есть, по мере возможности, конечно, этому можно учиться. Не надо забывать про нашу физическую активность в течение дня. Потому что вот этот безопасный физический труд, ну, тут надо что учитывать? Без перенапряжения и какой-то чрезмерной нагрузки на позвоночник и суставы, особенно если это касается людей такого более старшего возраста. Потому что это, если тоже ничего не делали, а потом вдруг резко начали челыть зарядку, это тоже, может, неблагоприятно. То есть, это всё должно быть в меру. Такая простая физкультура. Сейчас очень практикуется вот эта ходьба, когда ходим с палочками. Это плавание, это какая-то йога. Ну, то есть, каждый подбирает себе что-то по мере своих сил. Но отказываться от физической активности в течение дня не надо. То есть, когда мы всё время лежим, ничего не делаем. Даже на улицу некоторым сложно бывает выйти, потому что есть такие люди, я их тоже знаю. То есть, неделями иногда они выходят на улицу, и, глядя в окно, удивляют, что это там бабушки ходят с палками. Вот. Поэтому лучше самим присоединиться вот к этой ходьбе 30-20 минут, ну, сколько можете физически вот всё-таки ходить. Вот высокая вот эта двигательная активность, она является ключевым фактором, поскольку она увеличивает производительность наших почек, способствует выводу шлаков из организма. Ну, ещё раз говорю, вроде все всё это знают. Но иногда бывает так сложно отказаться от всего этого. То есть, вот этот выход из зоны комфорта иногда бывает очень сложным. Поэтому я хочу вам предложить ещё свой мастер-класс. Это энергетические две практики по очищению сосудов головного мозга. Первая практика очищения сосудов головного мозга. А вторая – это активация головного мозга. Вот ссылка на этот мастер-класс находится ниже под этим видео. И цена достаточно такая лояльная для этих двух мастер-классов, достаточно эффективных. Поэтому рекомендуем. Ну, вот сейчас я ещё хочу вам дать несколько советов, что делать, когда давление зашкаливает, и никакие лекарства иногда не помогают. Или как оказать первую помощь, если в вашем доме живёт гипертоник, у кого повышенное давление. Ну, вот одна такая самая простая. Это можно делать даже в качестве профилактики. У нас всех есть холка. Вот это самый выступающий шейный позвонок. Вы можете сейчас его найти, потрогать ручками. Если вот эту холку массажировать против часовой стрелки, помассажировали там 5-10 минут, ну, достаточно хотя бы 5 минут, и опустили руки вниз. Тем самым, вот это вот, когда опускаете руки вниз, давление, то есть энергия уходит вниз, и давление снижается. Вроде всё просто. Но вы тоже должны понимать, если у вас низкое давление, то вы тоже можете массажировать ту же самую холку, но только уже по часовой стрелке. Вот здесь ещё раз обратить внимание, если у вас высокое давление, мы массажируем против часовой стрелки, потому что безграмотный массаж может повысить давление. Но вот если у вас низкое давление, тогда по часовой. Так, всё понятно, да? Следующий способ, чтобы снизить давление, вы можете опустить ноги в тазик с горячей водой, тем самым помогая оттопу крови идти вниз к ногам. Ну, вот если вы вне дома, если есть доступ где-то к горячей воде, можно подойти к рану, или там, если у кого-то в гостях, попросить какой-то тазик, может быть, и опустить локти в горячую воду и подержать какое-то время, то же самое может снизиться давление. Ну, вот еще один из способов снять высокое давление. Вы можете взять резинку. Это может быть любая резинка. Это банковская, аптекарская. Есть у детей вот эти резиночки. Или какой-то шнурок, цепочку. Ну, то, что у вас есть. Ну, только чтобы он был не узкий совсем, чтобы не перерезать руку. И сильно затянуть большой палец на левой руке. Вот берем большой палец левой руки. Перевязали его внизу. Палец, что у нас, когда кровь начинает не поступать к пальцу, палец начинает краснеть, потом синеть. И даже может он не иметь рука. Но, в принципе, это нормально. В таком положении надо выдержать не больше пяти минут. Не больше пяти минут. Потом снимаем эту резиночку и начинаем массажировать палец. Палец тоже массажируем правильно. То есть массаж начинаем делать от сверху и кисти. Вот прямо продавливая, массажируя. Для того, чтобы осуществить вот этот кровоток в организме. И тем самым также сбиваем давление. Где-то на 15-30 единиц можно его снять. Ну, может быть, это ненадолго такое давление снизит. Но где-то на 30-40 минут может снизить. Например, когда ждете скорую. И надо срочно вот это вот понизить давление. То есть без всяких медикаментов. Вот если машина скорой помощи, допустим, задерживается, можете повторить через где-то 15-20 минут еще раз. Но не более двух раз. Потому что больше уже будет это не совсем благоприятно для вас. Следующее, что можно еще сделать, если есть давление. Сделайте такой раствор. Берете 50 грамм водки. 50 грамм 9-процентного уксуса. И 80 грамм воды. Ну, 9-процентный уксус. Это у всех, наверное, есть это столовый уксус. Или можете яблочный взять. Он 6-процентный. В него окунаете такие вот что-то бумажные или шерстяные носки. Чуть-чуть отжали. И потом надели на ноги. И 10-15 минут полежать на диване. Тем самым также может снизиться давление. Ну, вот такой экстренный метод при сильно повышенном давлении. Возьмите стерильную иголку. Ну, где взять стерильную иголку? Можете её прокипятить в воде. А можно просто хотя бы спирт опустить, подержать. Чтобы простерилизовать. И вот из самой верхней точки проколоть больших пальцев на руке. На обоих можно проколоть. Или хотя бы на одном. И постараться выдавить кровь. Можно сделать вот такой фифу. И вот так вот сжать. То есть, когда прокололи, и сжимаете. И чтобы капелька крови вышла. Когда уже совсем состояние такое критическое. И это не помогло. Можно дополнительно ещё проколоть. Вот с пальцами. И ещё верхние точки. В каждую мочку ухо проколоть. То есть, сделать по два прокола. Правой и с левой стороны. То есть, это также может предотвратить появление инсульта. Это уже в крайнем случае делаем. Также для предотвращения прединсультного состояния. Вот я вам там давала, да. Можно водку, уксус и воду размешать. А можно взять 9% если водки допустим нет. Нужно взять 9% столовый уксус. То есть, развести его в соотношении один к одному. Ну, смочить этим раствором шерстяные носки. И надеть их на ночь. Обернув сверху полиэтиленовыми мешками. Либо просто хотя бы тряпочку намочить вот этим раствором. И к пяточкам. Тоже хорошо помогает снять давление. Ну, некоторым помогает горчичник. Который ставится на холку чуть ниже шейного позвонка. То есть, помассажировали. Допустим, если вам не помогло. То можете еще и горчичник туда поставить. Ну, и хочу еще сказать, что не забывайте про себя проговаривать. В этих случаях любовь и благодарность. Почему? Из 70-80% мы состоим из воды, которая имеет память. И вот это свойство сообщающихся сосудов у нас в организме. Вот именно это словосочетание любовь и благодарность. Она очищает воду. То есть, значит, и наш организм тоже внутри. Мы очень часто застреваем в каких-то негативных вибрациях. И когда смотрим какую-то информацию еще по телевизору, да. Вот эти отрицательные информационные потоки, они очень влияют. Во время чаепития, когда вы или на работе там собрались, пьем чай, что-то обсуждаем, иногда часто негативную информацию. Либо там с друзьями собрались. Либо у телевизора, опять же, сидим, чай пьем или что-то кушаем. А потом удивляемся, почему так плохо себя чувствуем. А все дело в том, что мы как губка начинаем впитывать в себя этот негатив, особенно с водой. Поэтому контролируйте, какой поток на вас направлен. Откажитесь от всего этого негативного. И самое главное, не проявляйте его сами. Ну, еще хочу дать такую энергетическую практику, которую вы тоже можете делать сами. Если случилась какая-то ситуация нестандартная, да. В первую очередь, конечно, надо сесть, успокоиться. И мысленно представьте вот свое давление, например, в виде колготок. И если давление высокое, вы начинаете их снимать. Вот так 5-6 раз мысленно, ну, осознанно это сделайте. То есть не в реальне, а вот энергетически. То вы снимаете колготки. А колготки это ваше давление. Вот 5-6 раз так снимите, их у вас, потом проверьте свое давление. Оно обязательно у вас, ну, ненамного может снилиться. Можно еще что сделать? Представить в виде шкалы свое давление. Опять же, прикрыли глазки. И начинаете мысленно вот это давление понижать. Ну, сразу резкое не делайте. Может быть 15, иногда 20, иногда больше надо, требую. Ну, это зависит от вашей наработки. Вот это вот давление начать снижать. Ну, делать это надо в спокойном состоянии. Если вы сильно нервничаете, да, у вас не получится его иногда снять. Таким же образом можно снять, кстати, температуру. И следующее, еще хочу дать одно, тоже такое дыхательное упражнение. И тоже в одном случае оно как энергетическое идет. Вот это наше давление, если его энергетически представить, оно представлено в виде такого энергетического облака, которое находится у нас в верхней части нашей ауры. То есть чуть выше вот нашей головы. И если вот вы представили вот это вот ваше давление так в виде энергетического облака, прикрыли глазки и с выдохом начинайте дышать, представляя, что часть этого облака мы начинаем опускать вдоль позвоночника в район таза. То давление тоже начнет снижаться. Ну, опять же, говорю, делайте это все осознанно, в спокойном состоянии. Глазки прикрыли, представили облако, начинаем дышать и опускаем его вдоль позвоночника в район таза. Ну, все вы, наверное, знаете, что когда мы концентрируемся, например, на кончике пальца, то там со временем начинает появляться пульсация. Именно таким же способом вы можете сконцентрироваться, допустим, на своих ягодицах, либо на ступнях своих ног. И когда вы на них концентрируетесь, и вы можете почувствовать вот эту вот вибрацию. И тем самым вот этот вот отток вот этого энергетического облака, он тоже начинает опускаться. То есть, как бы мысленно можете представлять, как оно вот спускается вот туда вниз к ногам или к ягодицам. Тем самым у вас тоже будет снижаться давление. Ну вот, так, несколько советов. Я думаю, что вы их возьмете себе на заметочку. Они достаточно простые, которые легко могут кому-то помочь, возможно, даже спасти их жизнь. Или облегчить эту жизнь вам. Ну, а теперь давайте сделаем такую небольшую практику. Я еще вам дам. Давайте почистим наши сосуды. Сейчас прикройте глазки. Все внимание внутрь себя. Я сейчас запускаю поток энергетического очищения в ваши сосуды головного мозга. Сейчас усиливаю поток. Вот эта энергия очищения сосуда, она начинает проникать в сосуды вашего головного мозга. Запуская процесс очищения, она как щеточкой начинает, как буравчик начинает пробиваться в ваши сосуды, венки. Для того, чтобы прочистить немножко сосуды. У кого они сильно забиты вот этим кальцинированием, то есть просвета практически не видно. Запускаю этот проток, и он начинает растворять всю грязь, которая находится внутри ваших сосудов. Очищаю их, запускаю поток целительной энергии, энергии очищения в ваши сосуды. Усиливаю поток. Вы можете, ну кто чувствительный к энергетическим практикам, можете почувствовать какое-то движение внутри вашей головы. Это идет работа по очищению ваших сосудов. Усиливаю потоки энергетического очищения ваших сосудов. Усиливаю. Такая как сеточка, да, вы можете вот эту сеточку ваших сосудов, которые сейчас идет работа, почувствовать. Сейчас усиливаю работу и ваши ощущения. Вот в сосудах вашего головного мозга сейчас идет процесс очищения сосудов головного мозга. Усиливаю потоки. Еще усиливаю. Усиливаем. Идет очистка, как с щеточкой они там начинают прочищать, растворять. И все это вымывается сейчас и выводится из ваших сосудов. Вот эта работа будет еще идти с вами некоторое время. Так усиливаю потоки. Какое-то время оно будет работать, затем затихнет. Если вы хотите полноценную работу по очистке ваших сосудов, не забудьте заглянуть вниз по ссылочке, пройтись, познакомиться и приобрести для себя очень интересную практику. Ну а на этом я нашу встречу заканчиваю. Думаю, что встреча была вам интересна и полезна. Ну и жду вас на новых своих встречах. Всем пока. С вами была Татьяна Чемникова. С вами был Игорь Негода.